Какие любознательные у нас народы? Я тебе отдельно потом скажу. Я родилась в прошлом тысячелетии. Успокойтесь все. Можно об этом говорить. Где бы ни появилось один и тот же вопрос. Что я вам хочу сказать. Наша продукция просто замечательная. И у меня встречаются буквально разновразрастные. До 100 лет и 2.00. Начало там допустим до года. И замечательная женщина, которая когда-то ко мне в прошлом тысячелетии приходила. Соня, ты хочешь со мной поговорить? Сонечка. Соня. Китя. Значит, которая когда-то ко мне еще в 9 больнице приходила. Вот у нее были большие проблемы. Она даже вынуждена была несколько лет лечиться на седово. Два года она принимает наш магни-хилат. И я вам настоятельно рекомендую один из наших лучших продуктов. Успокаивающая нервную систему. Мощная антитромботическая. Нормализует сердечно-сосудистую систему. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Способствует выработке дофаминов. Это все наш магни-хилат. Пожалуйста. После того пьете, да? Получаете классный результат? Ну, на вашем же лице это видно. Молодец. Ну, как бы эти... Сейчас я вам скажу. Две секунды, две секунды, две секунды. Минусевка, она шпагает. Сейчас, если не испугаю народ... На столе могу. Наташа, Шмыголь, есть? Наташа, ты помнишь, как я по столу ходила в Ялте? Или где я там был? Можно они идут на эту тему? Нужно. После корпоратива одной из сотрудников... Слушайте, вы вчера такое на корпоративе вытворяли. А что я делала? А что вы делали? А, когда мы уходили, вы такое вытворяли на столе? А что я делала? Вы танцевали на столе. Потом и рано ушли. Когда мы были в Ялте или где-то, и были люди, сидели за столом, а Наташа говорит мне, Шмыголь, Наташа со Славочкой не стоять. И говорит, Эм Шеребеново, вы все сделаете, что я скажу? Я говорю, а что, ты же мой спонсор, что-то... Она говорит, по столу можете пройти? Я говорю, да. Я снимаю, конечно, я в туфлях не поперлась на стол, извините за выражение. Но она прямо в панику пришла, поэтому я быстро спрыгнула. Значит, читаю. Для всех абсолютно. И вот ой, красчу быть старой бабкой. Мне это очень не пойдет. Ходить по рынку старой сумкой-тачкой и раздвигать клюкой народ. Я не желаю просыпаться с рассветом раньше петухов и постоянно возмущаться, не помня половины слов. И не хочу в пуховой шапке... Тут кто-то говорит, что он хочет по поликлинике проверять. Я 17 лет не хожу в поликлинику. Я не хочу в пуховой шапке по поликлинике ходить, по коридору громкой шаркой рецепты пачками носить. Мне не к лицу вставные зубы, очки, местами борода. Господи, снова сейчас... И тонкие, как нитки губки, что в них не держится еда. Носить коричневую юбку, платок и старое пальто, не понимать простую шутку, переспросив ее Росток. Зачем мне треснувшие пятки, обвисший торс и седина, морщины, плеющие складки, болезнь еще и не одна. Как удержаться от просмотра в программе «Время перед сном», расстроиться из-за чего-то и долго не уснуть потом. Я не хочу быть старой бабкой. Вы поняли? Я буду женщиной в годах, всем вам. Здоровой, стильной, элегантной, на лабутенах и в штанах. Но когда я их одеваю, я все-таки за двоих держусь. Хочу даже и до старости стать бабушкой с прикидом и вызывать улыбку одним своим лишь видом. С полями в красной шапочках и в желтеньких ботиночках. И чтоб чулки ажурные девочки держались на резиночках. Хочу сережки-бабочки, очки на пол лица, с подружками на лавочке трепаться без конца. В театр на премьеру, это мы же ходим. Да только в первый ряд, потом в кафе. Ну надо же отпраздновать наряд. Хочу делиться с внуками о том, что нынче в моде это так и есть. Не про здоровье, где я была, и болтать. Не о погоде. Закину в ногу на ногу про секс смотреть в кино. И чтоб не думал... Никто не думал, что бабке все равно. Хочу стать клевой бабушкой. Без палочки шагать. Пилюли разноцветные, ликером запивать. Нет, с внуками на танцах на зависть старичкам Отплясывать чечеточку, да в волю колбучкам. И свечки задувая, в рождение сабантуй, Услышать голос сверху. Ты ж цифрой не махлюй. Хочу дожить до старости, быть в своем уме. И чтоб букетик ландышей хотелось повесеть. Спасибо!